Продолжение следует... Вот, Лена, вопрос такой, извините, пожалуйста. Очень многие рассказывают в последнее время о встречах Серёжи и его близкие друзья, как, скажем, Саша Геннесс, и люди, которые его меньше знали, и люди, которые его почти не знали, сидели с воспоминаниями, публикуют его письма и так далее, и так далее. Почему вы, Лена, самый близкий ему человек, с которым он прожил огромное количество времени, жизни, вы, которые его знали как никто, двое детей, семейный быт, теснота общежития, споры, ссоры, скандалы, выяснение отношений и так далее, и так далее, и так далее. Почему вы ничего не напишете? Как вам не стыдно? Пирожкова, вдова Бабеля написала замечательную книгу, которая сейчас выпущена на многих языках. Надежда Яковлевна Мандельштам. Замечательные два тома, третий там похуже. Но всё равно, почему ведь Серёжа так популярен? И слово о Серёже, человек, который действительно его знал, и потом, как вам не стыдно, он о вас столько написал. Наша, его самая лучшая книга. Сколько про вас он замечательно написал, а вы ничего про него не напишете. Лена, в чём дело? Ну, вот видите, Володя, мне, видно, остаётся на долю только говорить. Говорите. Ну, может быть, этого уже и достаточно. Наверное, для одной семьи, одного писателя вполне достаточно. Поэтому Серёжа, это факт, абсолютно непреложный, Серёжа является этим самым писателем. Рассказывать о том, как хорошо я его знаю, наверное, может быть, я не знаю, есть ли в этом смысл. Но я и действительно хорошо его знаю. Детализм. Это как бы уже и доказано, здесь нет никакого смысла, доказывать нечего. Доказывать не надо. Доказывать надо тем, кто его не знает. Как то ленинское бревно. Помните ленинское бревно? А мне и не надо. 15 тысяч человек его несли с Владимиром Ленинчем. Мне и не надо. 15 тысяч знакомых у Серёжи. Так не доказательства, подробности, детали. Как «Тишина осенья», «Подробен мир» Пастернак писал. Вот эти подробности жизни писателя, столь значительного и по сути, и столь популярного сейчас в России. Ну, вот эти детали так были бы важны. Даже вот то, что Вы рассказываете устно, это интересно. Ну, так и замечательно, если они, так сказать, существуют уже, как в каком-то виде, эти мои устные рассказы. И тут информация, которую я уже успела поделиться. Значит, наверное, это вполне достаточно. Лена, задать другой вопрос. Ладно, тогда продолжим наши устные разговоры. Что меня интересует, вот мы говорили о Вашем участии как редактора, как корректора, как товарища в Серёжином, создании Серёжи, его книг. Лена, а вот семейная жизнь, семейная жизнь Серёжи легка, тяжела была. Как Вам жилось с Серёжей? Мне жилось замечательно. Наша семейная жизнь была замечательна. Серёжа, я могу ответить словами Анны Григорьевны Достоевской. Вот, это было счастливое время, замечательное время. И мне остается только сожалеть и гореваться о том, что это всё так быстро кончилось. Помните, когда Серёжа умер, я приехал с опозданием, мы с Вами поехали вместе привезти с дачи Колю. Ему, кажется, было 8 лет, да? Да. 8 лет. Да. И я помню, как он не только привезли с дачи, но нужно было впервые сообщить ему об этом. Спустя, по-моему, 2 недели, да? Да. После смерти Серёжи. Я помню, как я стоял на втором этаже в каком-то доме, на даче, а Вы вышли вниз. Коля приехал на своём велосипеде. Я не слышал, что Вы говорили. Но вот Вы и мы об этом сообщили. Вдруг дело, я стал делать вот такие восьмёрки на велосипеде. Делал, делал минут, наверное, 10. И я, представляю, скажу, что я заплакал. Глядя на это. Я не знаю, о чём Вы говорили, ничего. Но вот как он отреагировал этими восьмёрками велосипедными, это было... Ну да, это грустная, печальная история, конечно, Володя. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Лена, другой вопрос уже касается серьёзного наследства. Вот Вы даже и писать по многим причинам непонятно. Скажем, Вера Набокова тоже ни слова не написала про Набокова. Хотя как раз в той паре Набоков жил анахаретом. И она единственная, и сын Дима, который тоже мало что написал какое-то предисловие какому-то сборнику. Единственная, которая могла бы рассказать Набоков. Но, может быть, Набокович и сам здесь вырылась в литературе. Но меня вот что интересует. Помимо воспоминаний, которые печатаются многочисленных о Серёже, уже можно, наверное, том, а может быть, два выписать, печатаются его также письма. Это довольно-таки сложный вопрос. С одной стороны, Серёра выражался в этих письмах. Будучи человеком талантливым, импульсивным, страстным, злоязычным и так далее, и так далее, и так далее, он эти письма наполнил таким ярким содержанием, что, конечно, потерять все это было бы жалко. Но, с другой стороны, существует Серёжина воля. Не печатать. С другой, с третьей, с четвёртой, с пятой стороны, существует ряд спекулятивных попыток ряда людей напечатать это. Может быть, отчасти для того, чтобы создать некий пьедестал для самого себя. Вот я был знаком с Серёжей. Вот письма Серёжи ко мне. В этих письмах упомянуты многие люди, до сих пор живые. Упомянуты иногда даже те, с которыми Серёжа дружил. И тем не менее, упомянуты они иногда довольно-таки злоречиво. Я знаю, в некоторых письмах, скажем, упомянут я. И отнюдь не комплиментарно, при том, что у нас добрые были отношения. Ну и так далее, и так далее. Лена, вот вопрос. Печатать, не печатать? Что делать? Что делать с письмами с этими? Какие-то письма вы не можете контролировать, этот поток. А какие-то вы быть можете. Вот этот вопрос меня очень интересует. И ваше отношение, Лена? Да. Ну, моё отношение таково. Я бы хотела как можно ближе следовать пунктам завещания. Естественно, мне важнее гораздо, если мне удастся выполнить волю, так сказать, моего мужа. Да, он считал, что его скрипты, радиоскрипты публиковать не надо. И наверняка у него было на этот счёт совершенно чёткие, так сказать, представления. Он знал, что работа на радио – это не, ну, в относительной степени творческий процесс. То есть он чётко делил работу над книгами, то есть литературную работу, и работу журналистскую. Он её разделял. И так как он был требователем самому себе именно вот в этой литературной работе, он не мог быть настолько требовательным. И вот в исполнении… Просто не успевал. В этой работе он не успевал, ему много работать надо было. Это была вынужденная, так сказать, работа часто в спешке, потому что этого требовала просто обыкновенная физическая жизнь. Он всё платит. Квартиры, там, сынок к врачу должен пойти. Вот. В завещании действительно есть пункт, в котором Серёжа просит. Как известно, Серёжа оставил завещание. И в нём есть вот этот пункт. Он просил не печатать его письма. Хотя я должна сказать, что я видела многократно, как Серёжа писал письма. И первый раз я видела это в первый раз в нашей жизни, когда мы сравнительно недавно начали совместную жизнь. Он писал какую-то сопроводительную записку своему товарищу. И очень к этому относился требовательно и вдумчиво. И поэтому я думаю, что… Ну, потом времена, так сказать, прошли. Какие-то письма он писал старательно, обдумывая каждое слово, если это требовало деловые письма или ещё что-нибудь. А какие-то письма требовали очень быстрой, ответной реакции просто. И иногда, действительно, в последнее время у него было из-за того, что он был перегружен в такой текущей работой, вот обыкновенные. Те же скрипты писал он иногда понесли. Но все письма без расчёта на вечности. Потому что всё-таки письма были 7 минуты, да? Да, поэтому, естественно, совершенно, что многие письма были написаны. Ну, вот это деловые бумаги, собственно говоря, больше ничего. И если они содержались… А выяснение отношений. И выяснение отношений тем более. Как вы, надеюсь, понимаете, здесь очень важно. Ведь вы не можете абсолютно все оттенки своего отношения к этому передать в тексте. И поэтому одно дело, вы рассказываете историю, сопровождаете её жестом, мимикой и модуляциями голоса. И человеку понятно, значит, либо в нём скользит насмешка, что-то юмористический оттенок. Или там… Ну, человек понимает, шутка, нет. А может быть, она… Если не видишь лица, то ты не можешь понять, всерьёз это или это в шутку говорится. Зачастую. Поэтому это то, что называется вырванное из контекста. И это всегда… Нет, но письмо как снос, как творчество. Не вырванное, к примеру. Серёжа вывел, скажем, в одном… Ну, он вообще очень много писал с натуры, преобразуя эту натуру. Делал её неузнаваемой, но иногда корешки торчали, она была узнаваема. Он написал иностранку… Ну, как Генри Миллер. Так, правильно. Он написал иностранку, где люди себя узнавали, кто-то обижался. Ну, прототипы. Так, я знаю одного обиженного. Да. Так, ну, сейчас можно сказать, Марк Поповский. Он был обижен на образ, в котором он узнал саму себя. И Серёжа это знал. И Серёжа, написав и опубликовав, думал о том, что кто-то наобиделся. И Серёжа, я помню, незадолго, ну, сравнительно, незадолго перед смертью, он переживал, что Поповский на него обиделся. И он мне говорил, что он написал письмо Поповскому. Писал письмо, да. Позволял себе, Серёжа, какие-то вещи, за которые никогда потом не извинялся. Так, не только в частных беседах, Лена. Значит, после этого я опубликовал какой-то рассказ. Призрак, кусающийся локти. В котором кто-то узнал тоже Серёжу. Наверное, какая-то, хотя всё, что я пишу, я пишу как бы саму себя. Но какие-то чёрточки внешние. И Марк Поповский опубликовал большую-большую статью, не помню где, кажется, в Ново-Русском Союзе. Да, в Ново-Русском Союзе, да. Где сказал, что Довлатов основоположник жанра пасквиля в нынешней литературе. Довлатов основоположник, Соловьёв последователь. И он говорит, что вот в том числе он меня изобразил, догадка. А вот Соловьёв Довлатова изобразил. Но есть же законы, я говорю, литературного жанра. Фамилия Поповский есть в иностранке? Нету. Фамилия Довлатов есть в рассказе «Призрак, кусающийся локти» Соловьёва? Нету. Я просто говорю, что такое пасквиль в литературе? Бесы, враги романа «Достовского беса» говорили, что это пасквиль. Но я не об этом, я немножко отвёкся. То, что Серёра, например, написал письмо Поповскому, с моей точки зрения, говорит о большем сильном, покаянном, совестливом чувстве Серёра. То, что католик называет «Мэра Кулпа», «Моя вина», говорит, очень его пользует. Он даже видел, возможно, свою вину там, где её, может быть, и не было. Я говорю, вот такое, скажем, письмо, можно публиковать. Ну вот вы ответили на мой вопрос. Володя, не знаю я абсолютно, это всё дело, как бы вам сказать, вот есть воля человека, это письмо написавшего, то есть как бы его распоряжение, вот. И есть ответственность и мера моральной ответственности, вернее, человека, корреспондента, который владеет этим куском бумаги, понимаете. Дальше всё тут зависит, опять-таки, вот в соотношении этих двух сторон. Лена, снова ещё вопрос такой, перебивая вас, уничтожить или заморозить? Ни в коем случае не уничтожать. Что вы, как можно уничтожить? Значит, Качалов, который Качалов написал, писал по словам Марин Гоффа, его друга, абсолютно блестящие, ядовитые, язвительные о своих товарищах по МХАТу и так далее, воспоминания, рассказы. Он был замечательным писателем, но он завещал, всё уничтожить. Значит, и Марин Гофф вечером, утром, Качалов скончался, я говорю, на Абу, может быть, вечером скончался, а Марин Гофф через несколько часов прискакал к нему домой, прибежал и говорит, архив, архив. Сын говорит, я всё уничтожил, как папа сказал. И Марин Гофф говорит, это такая страшная потеря для литературы. А с другой стороны, Макс Брод, значит, Кавка, как вы помните, что он завещал? Уничтожить всё, что он написал. Значит, если бы Макс Брод её послушался, ни процесса, ни замка, ни Америки, ни двух дюжин прекрасных рассказов и притчей, ни переписки, то есть не было ни дневников, не было бы Кавки. Что делать? Ждать? Некоторые замораживают. Я знаю, что заморожен был на сто лет архив Троцкого, который частично... Знаю, что набоковские материалы частично, еще 10-20 лет должны ждать своего размораживания. Простите меня, это не очень точное выражение. Что вы предлагаете? Вот я знаю, готовится какая-то книга большая, переписки Довлатова с одним человеком, еще какая-то книга такого рода, несколько даже книг. Лена, что делать? Что делать? Я не знаю, что делать. Всё, что в моей власти находится, я постараюсь выполнить согласно воле и согласно завещанию, которое Сергей сам оставил. А всё то, что будет делаться пеперанским образом, ну что, я не знаю, что делать. Я думаю, что судить надо людей, которые... Просто судить надо людей, которые... Это в большей степени моральная ответственность каждого из этих людей, чем какая-то... Ну, я знаю, по американским законам, текст, сам текст, это материальная собственность того, кто его получил. Всё остальное интеллектуальная собственность того человека, который написал, либо его наследником. Селлинджер. Он запретил печатание своих писем, и женщина, которая написала его книгу о нём, вынуждена была переделывать книгу, хотя она же была готова, была начать целый тираж. Она не просто... Это длинная история была, она с продолжениями всякими. В общем, она завершилась в этом случае счастливой и благородной, в отличие от того, что происходит сейчас вокруг имени моего мужа. История с Селлинджером завершилась, вы знаете, каким образом. Письма, она их обладает... Корреспондентка продала эти письма, ей нужны были деньги. Она их продала, а почитатель эти письма купил и отдал. Селлинджер. Это другая Селлинджер. Да, эта история таким образом завершилась. Я... Кто-то в своё время, в самом начале, когда Сергея не стало, я так энергично принялась за собирание Афива и начала именно с собирания переписки. Кто-то из его корреспондентов присылал мне, значит, оригинальные письма, кто-то снимал копии, но тоже присылал. Кто-то, оказывается, у кого-то его личные тоже архивы были не в порядке, они мне кусочками, частями присылали. Ну вот, что могла, я собрала. Потом как-то всё это стало утекать, я начала работать. Ну, в общем, я понимаю, у меня просто не хватает сил и рук одной всем этим заниматься. И довольно много всяких этих дел уже как бы ушли, так сказать. Они... Не знаю, я не успеваю это проделать. Вот. Меня единственное, что интересует... Действительно, сейчас какой-то шквал невероятный обрушился публикаций именно вот этой самой переписки. Поясняется, что Сергей довольно, так сказать, широко представлен в пистолярном жанре. И очень много, оказывается, писем. У меня у самой пропало писем 300-400 примерно. Я когда уезжала, естественно, мы уезжали порознь, разделившись пополам. Меня кто-то напугал, сказал, что я не могу вести письма. И действительно, оказывается, письма в те времена, когда мы уезжали в эмиграцию, вести было нельзя. Серёжа своими руками просто-напросто уничтожил нашу с ним переписку. Там были письма из армии ещё, пока он служил. Мы год, так сказать, видели друг друга только по выходным дням, когда он в увольнение приходил. На сутки раз в неделю давали ему. Но вот он писал оттуда из армии письма с картиночками всякими. Я не знаю, представляют ли они литературную ценность. Конечно, представляют точно такую же, как и все остальные. Потом длительный период, когда мы расстались, мы с ним разошлись, он жил в Таллине. Через какое-то время началась переписка. И она довольно активно шла. Серёжа иногда по 2-3 письма мне в день прислала. То есть у меня довольно много было. Лена, вы были 2 раза замужем с Серёжей. Можно сказать? Да, да, можно сказать. Интересно. Да, можно так сказать. Мы развелись, потом снова свелись, что называется. Да, сначала мы развелись, когда Кате было 5 лет. Потом незадолго до... А Кате сейчас сколько, Лена? Кате 34. А Коля? Коля 18. А потом незадолго до нашего отъезда в Америку, значит, мы разъехались опять. Год мы не виделись. Потом они приехали с мамой и с собакой Глашей. И наш новый этап жизни начался здесь, который вот ознаменовался появлением Коли, сына американца. Вот я помню, Серёжа, вот у Серёжи выходила книжка какая-нибудь очередная, при том, что мы с его матерью, будучи профессиональными корректорами, обе читали корректуру, обязательно и первую, потом он просил ещё и дополнительную. Ну, как-то так получалось, что всё-таки потом выяснялось, что какие-то опечатки проскальзывали. Особенно много опечаток было в книжке, которая выпустила вот издательство «Слово». Там было вот не только Бродский или анекдоты, вот русская литература в анекдотах. И там было невероятное количество опечаток, очень много. И я помню, что когда книжка вышла, Серёжа заставил меня отпечатать строчки, в которых были найдены опечатки. Я их, значит, отпечатала. И это вот такая вот страница. Он их размножил на ксероксе. И каждый раз, когда он дарил кому-то экземпляр книги, он склеивал туда строчки, перепечатанные строчки с исправлениями. Видел бы он, Серёжа, ту книгу, которую он готовил в том же издательстве «Слово», которая вышла уже после его смерти, где сначала шла страница, по-моему, 30, а потом 29. Да, что там 30? Она вышла через месяц-два. В издательстве, в Ленинградском отделении советского писателя вышла невероятная такая, они какую-то серию тогда открыли, и вышла книжка вот здесь вот она, чемодан, такая тоненькая брошюрка. Так там просто на самой обложке уже, опечатки, просто на обложке. А книжка, которую он готовил к 50-летию, к своему самому, вот этот сборник рассказов, он тоже здесь стоит. Я повезла в Москву камера Рэдди, то, что называется, ну, макет готовый. Она вышла хорошо, вполне прилично, в твёрдом переплёте, но они потеряли название книги. Она называлась «Рассказы». И книжка вышла просто вот, Сергей Давлатов, и всё. Мне не помешало нисколько, она вот существует здесь, есть такая-то книга. Что делать с письмами с этими? Какие-то письма вы не можете контролировать, этот поток, а какие-то вы быть можете. Либо их надо публиковать в том виде, в каком они существуют, либо их надо отложить до того момента, эту публикацию, пока эти письма не станут то, что называется паблик-достоянием, то есть достоянием всех, то есть когда пройдёт какое-то время, когда всё то, что было, неважно что, когда острота пройдёт, и когда пройдёт острота времени, и люди, которые могут болезненно на это реагировать, то есть когда останутся, реакция на это будет такова, наиболее объективно, короче говоря, люди со стороны, которые могут это прочесть, и не будут обращать внимание на детали, которые их болезненно задевают. Я думаю, что только так и надо делать. Значит, надо отложить публикации. И вот потом уже, после его смерти, я прочёл его записные книжки, и понял, как много, как мучительно, как напряжённо думала на смерти. Более чем многие другие. Мы оба действительно предчувствовали этот свой, в общем-то, очень преждевременный конец. Я цитирую. «Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой. Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь. Они в этих лишь стеблетах меня будут хоронить. Все интересуются, что там будет после смерти. После смерти начинается история. Божий дар как сокровище, то есть буквально как деньги или ценные бумаги. А может, ювелирные изделия. Отсюда боязнь лишиться. Страх, что украдут. Тревога, что обесценится со временем. И ещё, что умрёшь, так и не потратив. Начали умирать ровесники и знакомые. Повесился Яша Венковецкий. И Серёжа с какими-то страшными, подробными, натуральными, натуралистическими подробностями описывал эту смерть, свидетелем которого не был. Но вот что-то его очень болезненно интересовало. Карл Профер, издатель Ардиса, заболел раком и умер. Карл Профер был большим. И Серёжа мне говорил, ну как же так? Такое большое тело, такой большой человек и тоже умирает. Естественно, я как маленький человек, я с этим, его уделением не совсем был согласен. И говорил, что умирать одинаково тяжело и слону, и мухе. Ну, в самом деле. Но вот Серёжа поражало, что большое тело Тора подвержено смерти и тлению. Он был уверен, что переживет Бродского. Бродский сердечник, у него несколько операций на сердце. И даже, и даже, вот, ну, здесь нельзя его пригнуть в цинизм. И даже в своих планах, это нормальный профессиональный подход писателя. И даже в своих планах думал о какой-то вот книге про Бродского. Бродского был довольно-таки хорошо знаком. И вот он планировал сделать о нём книгу. Ему было, что о нём сказать. Но вот он опередил Бродского. Я думаю, что до Влатова и Бродского связывали довольно-таки сложные отношения. Серёжа однажды... Бродский был здесь очень, конечно, авторитетен и влиятельен. И от его помощи многое зависело. И Серёжа как-то ему сказал совершенно гениальную, на мой взгляд, фразу, которая характеризует, увы, Бродского. Он сказал, Иосиф, сказал Влатов, унисти, но помогите. И вот эта формула, она в какой-то мере нашего гения русской литературы, Бродского характеризовала. Потому что он любил помогать, унижая. Или унижать, помогая. Иногда были случаи, довольно-таки, для Серёжи эмоционально травматические. Ну, к примеру, он однажды пришёл к Бродскому с Веной, да, Латвой, в назначенное время. В это время Бродский принимал какого-то посетителя и заставил их часа два, два с половиной гулять по городу, пока он с этим посетителем не кончил разговор. Серёжа это, довольно-таки, сильно переживал. С другой стороны, Бродский ему очень много, в самом деле, помог. Он свёл его с переводчицей. Он рекомендовал его на две международные, в Лиссабоне и Вене, литературные писательские конференции. Он рекомендовал его в издательство. Он нашёл ему замечательного литературного агента. Он послал его рассказы в Нью-Йоркер, где их стали печатать. И когда Бродскому говорили, что вот он только благодаря вам печатает Довлатова, Бродский, честно говоря, нет, это не так. Он говорит, я посылал не только Довлатова, а взяли только Довлатова, в самом деле. Так, то есть, с другой стороны, Серёжа, который мечтал хоть на какое-то время, хоть на год избавиться от радиохалтуры, от журналистики, чтобы писать свои рассказы, книги, и мечтал получить какой-то грант, и всё время подавал, в том числе подавал на стипендию Губернхейма. И Бродский был один из его спонсоров. И многим давали, знакомым, эту стипендию, эту премию. А Серёже не давали. И Серёжа упрекал Бродского, что он меня недостаточно похвалил. Тем более, в это время дали другому писателю, общему знакомому, которого тоже Бродский рекомендовал, это Юзу Олешковскому. Более того, дали стипендию Губернхейма даже Ане Фридман, переводчице прозы Довлатова. А саму Довлатову так и не дали. Разные были, конечно, отношения, и трудно так уже спустя 10 лет о них говорить. Но в том числе помню один забавный эпизод, эпизод с женщиной. Серёжа рассказывал, что он ухаживал за одной девушкой в Ленинграде, но вот она предпочла ему Бродского. А Бродский уже после смерти Довлатова рассказывал, даже написал об этой истории противоположную, что он ухаживал за одной девушкой, но он Бродский куда-то уехал, а когда приехал обратно в Ленинград, крепость уже сдалась до Довлатова. Это очень странно на поверхность. Они не хвастались, а наоборот. Каждый говорил, что вот она предпочла другого, мне. И сейчас уже очень интересный эпизод, но не с кого спросить, потому что женщину спрашивать эту бесполезно. Женщины живут в воображаемом мире лжи, и тут уж просто сквозь эту лживую оболочку абсолютно не проникнуть к истине, а оба свидетеля мертвы. Но у Сережи, я отчасти понимаю, он не мог себе представить, что вот девушка может предпочесть его, а не вот гения русской литературы Бродского, который к тому же вот этим своим гением действительно обладал каким-то необычайным шармом, именно как гениальный человек. Вот из него гений просто высовывался изо всех его пор, не только пот, потому что он вот так очень потеющий был человек. И более того, Сережа, который был блестящим совершенно рассказчиком, он говорил, что при Бродском он не может ничего рассказывать, что у него язык прилипает к гортани, он немеет. Так вот, Сережа, который немел в присутствии Бродского, был действительно потрясающим устным рассказчиком. В общем, в моей жизни я встретил трех великих рассказчиков. Это Сережа Долдатов, Камила Крамов и Женя Рейн. Значит, Женя Рейн, который такой рассказчик-поэт Рейн, рассказчик-лжец, он настолько лжет и настолько потом забывает, как он лжет, что абсолютно не способен дважды воспроизвести одну и ту же историю. А одну и ту же историю рассказывает в различных вариантах и иногда совершенно противоположных. Камил Икрамов. Это человек, которого посадили в тюрьму за то, что он сын Икрамова, которого расстреляли, первая секретаря цикла Узбекистана. И он, естественно, когда отца расстреляли, ему было 12 или 13 лет, а его взяли, когда 16, потому что нельзя было брать. То есть все, Сталин соблюдал законы. А в 16 его взяли, и он провел, по-моему, 12 лет в тюрьмах и в ссылках. И, вернувшись, рассказывал потрясающие, смешные и жуткие лагерные байки. И вот я помню в Коктебеле мы садились на стулья, Слуцкий, Олег Чухонцев, Булата Куржава, в том числе и мы с Леной, а Камил садился на пол в своей тюбетейке. Он наполовину еврей, наполовину узбек. Мама у него еврейка. И рассказывал вот эти свои замечательные совершенно лагерные байки о лагерных проститутках, еще о чем-то. Перескать невозможно. Это умерло. И еще до того, как это умерло, я говорил, Камилу, я говорю, ну, побойся Бога, запиши-то эти рассказы. Это же гениальные рассказы. И Камил разводил руками. Так, он такой, большая голова была узбекская, совсем не еврейская. И он руками пытался, не выходит. То есть это был устный жанр. И вот только из трех этих рассказчиков, только Сергею Довлатову, Сереже, удалось превратить устный жанр в письменный, воплотить это в письменной форме. Даже те рассказы, которые он не успел написать в виде законченных рассказов, он вставил свои записные книжки. И вот эти миниатюры, они абсолютно прелестны. Он и сам себя ощущал рассказчиком, и не раз об этом говорил. Вот в фильме Женя Поротова есть один из эпизодов. Сережа как раз говорит, что он не писатель, а рассказчик. Говоря о бескокетстве, я не считаю себя писателем, а считаю себя рассказчиком. В русском языке это разница этих понятий очевидна, да и в английском тоже. Здесь есть слово writer, есть слово storyteller, скажем так. В случае удачи эти истории могут быть поучительные, и, так сказать, могут кого-то побудить грустить или смеяться. И вот этот рассказчик, который, по его словам, говорил, что ему литература близка, именно та, которая восходит через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать. Его собственное, Сережа, на сравнении, вот он хотел, чтобы за его рассказами позволяли не халтурить на радио. Увы, в отличие от неандертальских бардов, Долатого до конца своих дней приходилось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный. Его рассказы, публиковавшиеся в престижном Нью-Йоркере, издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода. Вот еще цитата из Сережи. Причем я привожу те цитаты, которые вы нигде не прочтете, и которые неизвестны в отношении с писем его. Моё бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Однажды, провожая меня уже около дверей, он спросил меня, Володя, а когда мы умрем, будут наши некрологии в Нью-Йорк Таймс? Я пошутил, сказал, что человек вообще всю жизнь живет, как бы всю жизнь работает на свой некролог в Нью-Йорк Таймс или где-нибудь еще. Но потом я сказал, Сережа, я говорю, ваш, шутяйте, я сказал, Сережа, ваш некролог будет с фотографией. И мы попрощались. И действительно так оказалось. Сережа, некролог, на следующий день после его смерти был с его фотографией. Но мне бы хотелось, вот наш сегодняшний разговор, рассказ о Сереже, кончить все-таки не смертью. Почему не смертью? Потому что смерть нас безобразно равняет друг с другом. Мы все становимся одинаковые. А все-таки в жизни мы совершенно разные люди. И вот Сережа был совершенно незаурядным в общении с человеком. И вот это ежедневное общение с ним производило на меня сильнейшее впечатление. И я хочу сказать, что я вот остался Сережиным, к сожалению, вот это чувство вины перед Сережей, я остался его должником. Сейчас я объясню, в чем дело. Купив новое русское слово у Мони и Миши и какую-то провизию, мы шли чаевничать домой. К нему или ко мне? К нему намного чаще. То ли потому, что он рядом жил, не знаю. То ли потому, что он все-таки был более гостеприимным человеком. И это мог быть не только, как я сказал, кавказская черта, это мог быть его индивидуальная личная черта, его преимущество, в данном случае, передо мной. Он мне приносил... Мы оба были надомниками, но он регулярно ходил на радио «Свобода» три-четыре раза в неделю. Я ходил, дай бог, один раз в неделю, чтобы зачитать два-три слои скрипта. А потом он вообще перестал, вовсе перестал ходить, потому что просто посылал по почте скрипты, а кто-то их зачитывал. И голос мой был не так хорош, как такой бархатный, замечательный голос Сережи Довлатова. И ничего, скрипты не проигрывали, а, может быть, выигрывали мои скрипты от того, что их читал профессиональный диктор или актриса. А Сережа регулярно ходил и регулярно приносил мне так называемые монитеринги, дайджесты русской, советской тогда прессы. Тогда еще не было ни интернета, ни имейл. И вот то, что эти делали такие обзоры для «Радио Свободы», подробные обзоры российской прессы, они мне были профессиональны, мне и Леонид Клипкову нужны, потому что мы сочиняли советологические книги. И, в частности, вот эти дайджесты очень мне помогли, которые прятал мне Сережа, в сочинении книги про Ельцина, которая вышла уже после его смерти. Когда Сережа умер, вот эту функцию подширальона взял на себя другой, мне сосед Боря Парамонов, который тоже некоторое время эти дайджесты мне прятал. Вот еще один долг. Он вообще окружал людей такой сетью забот. Это ему было как-то очень приятно. Скажем, как-то мы шли по 108-й улице, он вдруг посмотрел на мои ноги, говорит, Володя, разъезжайте, я вам зашнурую ботинок. А другой раз он мне сказал, Володя, то есть не сказал, а предложил меня вылечить от трипера, которого у меня не было. И когда я ему сказал, что у меня нет трипера, он говорит, Володя, какой-то вы стерильный. Так что вот такого рода предложения тоже были. Он как бы пародировал самого себя, свою вот эту доброту. Я остался в долгу, ну, Сережа, даже в таком машинном, водительском долгу. Дело в том, что мы оба с большим опозданием освоили автомобиль. Но он освоил все-таки на несколько месяцев раньше. И когда я начал осваивать, отчасти, по его примеру, отчасти, под его влиянием, он мне помогал. Когда я уже получил разрешение, я садился за руль, его машину, он садился рядом, и мы ездили. Я думаю, что Сережа стал мне помогать в вождении, учить меня в вождении автомобиля не только из альтруистических, а из таких эгоистических, профессиональных соображений. Ему надо было поговорить о литературе. Он очень любил говорить о литературе. Вечерних разговоров было недостаточно. Ну, какой разговорщик, какой собеседник из человека, который вцепляется в руль и в основном жмет на тормоз, а не на газ. Потому что я очень боялся. Сережу это дико раздражало. Я ехал медленно, ну, я не знаю, как черепаха. В конце концов, Сережа не выдержал, сказал, Володя говорит, а вот мы просто выйдем и будем толкать машину сзади, потому что невозможно было, вот ему не побеседуешь, не поговоришь. И однажды я, снова, очень неопытный водитель, однажды я почти проскочил на красный сигнал, причем это было на Квинсбульваре, на Квинсбульваре, и в последний момент тормознул. И Сережа похвалил, естественно, меня, она говорит, ну, хорошо, придя в себя уже, тормоза у нас хорошие. Так что это тоже, вот это постоянное такое юмористическое отношение к ситуации такого совсем начального, сырого водителя. Либо такой эпизод. Сережа, вдруг я узнаю о том, что Сережа всем говорит, что я врезался на его машине в Роллс-Ройс. Ну, ситуация абсолютно необычная, потому что мы не Москва, где Роллс-Ройсов все больше и больше. У нас здесь Форест-Силлс и Рига-Парк. Днем с огнем не сыщешь. Эпизод прошел, был совершенно другой. Действительно, я ехал, Сережа сидел рядом, и вдруг на пути действительно стояла какая-то запаркованная машина, которую мне никак было не объехать. Вот она мне мешала, и я ее не мог объехать. Ну, я ее действительно слегка коснулся. Это был какой-то жалкий отлал с мобилу или Бьюик, я уж не помню. Но Олс-Мобил, история, что я слегка заделал отлал с мобил, она не звучит. Это вот как Сережа создавал свою прозу. Его проза, которая вроде бы документальна, это не фактограф, это фантастическая проза. Потому что вместо жалкого отлал с мобилу возник, естественно, замечательный Роллс-Ройс. Вместо того, что я чуть-чуть его коснулся, царапины, наверное, не было. Но мы быстро смотались, поэтому я не знаю, что было, чего не было. То есть я врезался в эту машину. То есть был уже готовый рассказ. И Сережа, я к чему это говорю? Во-первых, его манера, его стиль, его прием. Как создавалась проза Довлатова? Проза Довлатова – это не фактограф. Проза Довлатова – это художественный вымысел, тот самый вымысел над вымысленными слезами, обольюся, о котором в свое время писал Александр Сергеевич. Я в долгу Сережа, в долгу как в шелку, в полном смысле этого слова. Дальше, значит, с кошками история. Дело в том, что я заядлый кошачек. Это давно, с детства. И у нас все время множество дома котов, подобранных на улице. Мы ищем хозяев. Если не находим, то они у нас остаются, так сказать, навсегда. Вот сейчас у нас три кота. А тогда, когда Сережа, вот мы с Сережей активно общались, у нас было два кота. Вот кот Чарли, такой огромный, большой, черный, с лунными пейзажами по бокам, кот и мышкин, князь Мышкин, дорогостоящий сиамец, который стоит 850 долларов, если его покупать. Но мы его нашли, умирающего, с рахитом внизу, прямо по нашим окнам. И вот однажды, забавная история, вот связано с Сережей напрямую, и вот однажды, я гляжу в окно, и вижу, там прогуливается абсолютно такая белая красавица. Я глазам с вами не верю, потому что это турецкая, ангорская кошка. Это речайшая порода. Я, естественно, убегаю вниз, хватаю эту кошку, привожу домой, и прежде всего, я, естественно, думаю о хозяине. Хозяин потерял дорогостоящую, речайшую кошку. Я отсюда вешаю объявления, говорю, Сережа, как быть? Я даже не ищу для этой кошки дом. Просто я уверен, что вот хозяин открытится. И вдруг неожиданно телефонный звонок, и Сережа говорит, Володя говорит, вам дико повезло. Я увидел вот прямо недалеко, там где-то, Еллостон, был бульвар, я увидел объявление о том, что у человека пропала кошка. И он дает 500 долларов тому, кто ее нашел. Ну, Сережа был в страшном возбуждении. Я тут позвонил этому человеку и говорю, что вот я нашел вашу кошку, в страшное возбуждение пришел хозяин этой кошки. Я говорю, все нормально, я вам ее отдаю. Он говорит, когда мне приехать? Я говорю, да когда хотите. Я говорю, я понимаю, что вы потеряли такую редчайшую кошку. Он говорит, да, у нее замечательный характер, говорит этот человек. Я говорю, конечно, потом такую породу нигде не найти. Он говорит, какую породу? Я говорю, ну как? Я говорю, это турецко-ангорская кошка. Турецко-ангорская? Говорит, нет. Говорит, у меня нормальная дворнярья кошка, такая белая, с черными пятнами. Нет, мне эта кошка редчайшая порода. Короче говоря, я оказался кошка сама по себе, хозяин, сам по себе, и 500 долларов наши Сереже плакали, потому что я решил с ним поделиться пополам. И, к сожалению, тот человек, который, наверное, заядлый кошачий, коли он такую сумму дает, остался без кошки, без своей. Ну, мог быть, он ее нашел, но дело не в этом. Сережа вдруг повадился дарить мне кошачьи сувениры. То он подарит кошачий календарь. И все это на блошиных рынках, которые он очень любил, здесь у нас в Квинсе их два, он посещал и покупал мне. То кошачий календарь, то вот такие экслибрисы, где изображен кот на трех книгах, и он вот как бы заглядывает в эти книги. То прелестные совершенно кошачьи статуэтки. Вот кошачья копилка. Там, естественно, деньги. Это, кажется, китайская кошечка такая симпатичная. Это вот, я не знаю, Тора какая-то азиатская, может быть, камбоджийская кошка. Это все копии, сделанные с оригинальных хороших людей. Это совершенно замечательно. Вот он мне подарил Тора индийскую такую кошку с такими большими рыжими глазами. И даже вот когда мы уехали, вот когда Сережа умер, когда мы уехали в Мэн, он, я послал ему поздравления с днем рождения и до рождения, до которого он не дожил. Потом я узнал уже от Лены Далатова, что он купил мне еще один кошачий сувенир, который Лена Далатова мне не дала, оставила себе на память. Потом Сережа помимо кошачьих сувениров стал, расширил тематику сувенирную, сюжет, и стал мне дарить эротику. Он мне, причем он сам настолько возбуждался, не эротически, а художественно, и то, что вот он мне такой подарит, так меня удивит. Он мне звонил с Блошиного этого рынка и говорил, Володя говорит, я такую для вас приобрел статуэтку, закачайтесь. Это действительно была такая, как бы, копия хороших, оригинальных, античных произведений. Вот, скажем, как вы видите, сатир древнегреческий, держащий в руках, понятно, что вот саития в китайском исполнении. Так что, вот, расширение тематики, оно было, как бы, тайное. Это Лена Довлатова, которая очень не любила такого рода непристойности. И еще один мой должок Сереже Довлатову. Дело в том, что у меня есть такие печатки. Будучи страстным кошачником, я, естественно, всякие кошачьи атрибуты, и те, которые мне Сережа дарил, и те, которые я сам приобрел, я все это очень люблю, и люблю, скажем, на письмах, на конвертах ставить вот такие печати. Вот, скажем, печать с несколькими кошками. Или вместо подписи там, ну, близким людям я ставлю одного, вот такого котеночка. Или у меня есть совсем такая крупная печать, я ее не люблю пользоваться, потому что довольно-таки долго, на большие конверты. Вот такое изображение. То есть, и эти печатки, которые Сережа, естественно, их знал, потому что он видел мои письма, видел мои подписи где-то и на радио свободы, иногда я ему посылал с путешествий какие-то открытки. и Сережа даже начал как бы немного раздражаться, что вот он говорил, как надоели все эти ваши кругом кошки. Получаешь конверт, я говорю, ну, а то вы точно знаете, от кого письмо. Он говорит, это верно. А потом раздражается, он говорит, а вот с собаками таких же нету печатей. Я говорю, ну, конечно, есть. Все, что вообще спрос определяет предложение. И действительно стал присматривать в путешествиях собачьи вот такие печатки. Но вот беда. Кошачье изображение просто кошка, все равно какой породы. Это символ кошки. Что касается собаки, то должна быть определенная собачья порода. И мне попадались любые и немецкие овчарки, и Ньюфаундленды. Единственное, что мне попадалось, это такса. Та самая такса, представителем которой является собака Сережа Довлатова. Была, потому что она тоже умерла, как и Сережа. Собаку звали Яша. И еще один долг. Последний раз я видел Сережа Довлатова как раз перед нашим отъездом. Он пришел к нам домой. То есть он сначала позвонил и сказал, что на радио свобода споры о том, что вышедшем отдельным изданием в Нью-Йорке в моем романе с Бигграфом автобиографическом. И он мне сказал, Володя, мне саму купить или вы мне его подарите? У его коллег по радио свободы, у наших коллег были уже экземпляры, а у него нет. И я, наверное, могу сказать, почему я как-то не решался. Коллеги были из разных других городов, а это все-таки ленинградский роман, и я не знал, как к нему отнесется Сережа. Ну, когда он позвонил, потребовал, я, естественно, сказал, приходите, получите экземпляр, чего вам тратить деньги. Он пришел, он пришел в Панамке, в такой, которую не снимал. Дело в том, что он пришел из парикмахерской, и он считал, что парикмахерская, вообще стрижка оглупляет человека. И поэтому, вот он не хотел выглядеть глупым, и так и сидел у нас в Панамке. Мы собирались уезжать, Сережа удивился, что вот он, вы можете себе позволить уехать? А я нет, сказал Сережа. Взял этот роман с эпиграфами и в конце концов, после часового разговора, ушел. Это была последняя книга, книга, которую он прочел. Это я знаю, мне рассказывала Лена Довлатова. И, так вот, еще один долг. Я говорю об этом роман с эпиграфами, потому что именно с романом с эпиграфами связана одна такая сложность. Дело в том, что когда-то я делал вступительное слово, еще в Ленинграде, на вечере Сережи Довлатова. А потом, вот уже здесь, я о нем при его жизни не написал ни строчки. И, по-моему, мне так казалось, что Сережа, в общем, ему и хотелось, и кололось, и кочется, и колется, и мама не велит. Ему и хотелось, чтобы я написал. И он не очень, и он немножко боялся. А то, и он мне даже говорил, что, а чего вам мне писать? Вы напишите, поссоримся. На самом деле, он мне даже говорил, что он не очень начитает то, что о нем пишут, а то, что пишет, то, что читает, он говорит, мне совсем не нравится. Он говорит, я сам о себе все знаю. Вот, Сережина фраза. На самом деле, конечно, ему хотелось, не могу сказать положительной, такой, хвалящей, а интересной о какой-то критике. Но вот, каким-то образом, почему-то, я не сочинял. Мы действительно не хотели вносить какой-то меркантильный элемент в наши установившиеся ежевещерние отношения. О чем я сейчас тоже очень жалею. Потому что, когда Сережа про меня написал, когда на меня набросились тогда еще за неопубликованный роман с эпидемиумами, а на нас с Леной Клепиковой за статью в New York Times о ситуации в России, к которой мы относились очень пессимистически, и не было у нас надежды даже на диссидентское движение, о котором там много писали. И мы написали о том, что Андрей Сахар, академик Сахаров, это полководец без войска. И когда нас набросились за то, за другое, за третье, за меня сейчас за роман с эпикрофами, Сережа в своей газете, где он был главным редактором, новый американец, он опубликовал статью «Мою защиту». статья, вот она сейчас уже перепечатана в разных местах, в том числе в ленинградском журнале Петрополь, в петербургском, в питерском журнале Петрополь. Статья называлась «Вор, судья, палач». Что сделал Сережу? Ну, это был замечательный прием. Он как бы суммировал всех недовольных. Недовольных тем, что когда он стал издавать «Нового американца», он прежде всего среди других авторов привлек и нас Лена. И активно отпечатал и сам приносил гонорары. Такие небольшие. Ну, возможности газеты были маленькие. И когда на него все набросили, что же ты делаешь, печатаешь Соловьева и Клепикову, на которых такое как бы табу, по крайней мере, в русскоязычном мире, тогда было, может быть, это нас и подтолкнуло в «Американу» в язычный мир и помогло нам издать несколько подряд американских книг. Он опубликовал эту статью, суммировал разных оппонентов наших и его оппонентов, потому что его ругали за то, что нас публикуют и меня, и наши совместные статьи, и мои отдельные. Он суммировал в одного оппонента и как бы дал с ним разговор довольно-таки забавный. И я прочу несколько цитатов, потому что они относятся к тому, о чем мы сейчас говорим. Оппонент говорит Даватова, «А знаете ли вы, что Соловьев оклеветал бывших друзей? Есть у него такой роман с эпиграфами. Там, мере, впрочем, и вы упомянуты и в довольно гнусном виде. Как вам это нравится?» Серёра отвечает, «По-моему, это жуткое свинство. Жаль, что роман еще не опубликован. Вот напечатают его, тогда и поговорим. Оппонент, вы считаете, его нужно печатать? Безусловно, говорит Серёра, если роман талантливо написан. А если бездарно, ни в коем случае. Даже если он меня ставит выше Шекспира». Вот это я к чему этот отрывок считаю, что Серёжа там упомянут в мельком и не в каком, конечно, не гнусном виде, а просто как человек, которого тоже довели до того, что он вынужден был эмигрировать сначала в Таллинн, а потом в Америку. А в связи с общей ситуацией в России это была очередная инсенуация против меня. Но теперь я понимаю, почему Серёжа помимо интереса к роману, ко мне, к роману о Ленинграде, вот написал я какую-то вот эту, все-таки ему интересно было, гнусность про него или нет. Не написал, в чём он, естественно, и убедился. И вот ещё одна цитата антисоловьёвская, но я специально привожу для объективности. «Хватит говорить о высоких материях, раздражается оппонент, который меня ругает, а Серёжа меня защищает. Достаточно того, что Соловьёв неприятный человек». Серёжа согласен, в нём есть очень неприятные черты. Он самоуверенный, дерзкий, тщеславный. Честно говоря, я не дружу с ним. Да и Соловьёвка мне абсолютно равнодушен. Мы почти не видимся, хотя и рядом живём. Но это частная сфера. К литературе отношения не имеет. Я хочу сказать, что как раз после этой статьи мы с ним и подружились. Потому что, сейчас я объясню, в чём дело. Одно, эти кошачьи подарки, дайджесты, которые он приносил с Радио Либерти, помогал мне учиться водить машину. Это всё было позднее этой статьи. А другой вот решиться вот в этой довольно-таки напряжённой антисоловьёвско-клепиковской атмосфере, причём атмосфера ещё была даже до публикации романа с эпиграфами, решиться на вот такую, что ли, защиту нас публичную. Мало того, вот здесь множество книг, которые Серёжа нам с Леной надарил, не только об Росском, ну, представления такие. Вот на одной из них иностранки Серёжа написал уже после этой статьи, естественно, и после того, как началась здесь, как бы возобновилась ленинградское приятельство, после этой статьи перешло в нью-йоркскую дружбу Соловьёвой и Клепиковой, которая является полной противоположностью всему тому, что о них говорит, пишет и думает иммигрантская общественность. Сергей Долатов. Вот это к тому, что я перенес в долгу. И я надеюсь, я бы хотел думать, что вот этим фильмом, который мы сегодня делаем, я хоть часть долга, хоть часть долга возвращаю Серёжу Долатову. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok